Утро ТВ в эфире. Всем прекрасного начала дня. В самом разгаре сезона отпусков и многие охотятся за горячими турами. Есть такие люди, которые верят в то, что туры могут быть горячими. Потому что они дешевле. Что греха таить? Но на самом деле они не всегда бывают удобны. Ты едешь туда, куда скажут. То есть, ну в смысле, куда тебе хватило денег, а хочется тебе совсем другое место. Сегодня у нас в гостях путешественник, который сам выбирает свои маршруты и тратит на это минимальное количество средств. Более того, скажем по секрету, он даже зарабатывает на этом. Андрей Иванов, здравствуйте. Доброе утро. Это путешественник и одновременно гид. Он собирает свои туристические группы и везет их. А вот куда везет, мы сейчас и расспросим. Так вот, куда вы везете? Где собираете и куда везете? Ну, желательно уехать туда, где те люди, которые обращаются ко мне, они еще ни разу не были. Достаточно много тех, кто уже побывал в отдаленных местах и даже может самых экзотических, но по сути получается, что вот та часть нашей страны, где они еще не были, там есть что посмотреть. Это может быть недалеко, это может быть трудно, это может быть там вообще просто интересно. И как раз Россия в большей степени, и страны ближние наши, вот это... Зарубежья. Да, ближние зарубежья, они тоже в зоне наших интересов, моих интересов, интересов тех, может быть, людей, которых я периодически так беру, собираю. Вы это делаете постоянным? Ну, по факту получается, что да. Мне может быть радостно, что есть круглогодичный вариант, куда можно людей деть. Вот расскажите тогда, где были последний раз? Ну, как раз на экране можно посмотреть, это Казахстан, Узбекистан и Киргизия. Это пустыня? Да, да, да. Пустынные участки, это еще называют их чинки Устюрта и плато Устюрт. Места, которые были раньше под слоем воды, а потом океан куда-то ушел, остались вот такие вот песчаные или остаточные, осадочные какие-то массивы. И что, много желающих у нас путешествовать в пустыню? Ну, кстати, не сильно много, но я могу сказать, что, допустим, сам для себя, если я езжу туда шестой год подряд и не раз в год, то могу сказать, что, видимо, там что-то есть. Вот что! Вот подождите, а что там смотреть? Ну, хорошо, посмотрели мы на пустыню. Вот это вот осталось, океан ушел, вот это осталось. И что? А что смотреть, ну, я не знаю, там в Таиланде, допустим, или где-нибудь там Бали? Море? Какая-то там, может быть, красивая, восходящая там тема около солнышка или там... Здесь примерно те же самые варианты. Какой-то простор, общение с местными, ты наедине с какой-то там необъятной территорией, вот это Платоустюр, ты передвигаешься, каждый момент что-то интересное посмотреть. Там какие-то змеи могут быть абсолютно спокойно, какие-то бегающие... Скорпионы, так интересно! Скорпиончики! Скажите, у вас все равно, пусть пустыня, но куда-то в тепло тянет, либо северные наши территории, вы тоже осваиваете? Ну, смотрите, зима. Если есть люди, у кого есть снегоход, абсолютно спокойно, у нас вот этот район севера, как нашей области, так и Ханта-Мансийского, и движение туда на север, район океана, ядовитого океана, это необъятная простора. Я знаю, почему вы зимой туда ездите. Летом там столько мышкары и комаров просто съедят. Ну, может быть, буквально через 3-4 дня мы пойдем продышаться пешком, уже по местам предыдущих, может быть, своих мест, где мы находили какие-то самолеты упавшие, находим, смотрим на них, потом находим какие-то красивые места, похожие на... Самолет это в Нижнесердинском, который районе? Нет, это в районе печально известного перевала Дятлова. Там нашелся нечаянно в том году, мы как-то шли-шли, раз, наступили на него, и как-то так, он навевает на какие-то мысли. Ну, съездим еще раз, посмотрим там, ну и дальше какой-то зигзаг сделаем, чтобы посмотреть новые места. Андрей, вот скажите, путешествовать самостоятельно, это вообще опасно? Ну, на мой взгляд, не опаснее, чем с туристическими фирмами, может быть. Там единственное, что вы ведь можете, ну, условно, я там не беру всякие другие риски, в ДТП попасть можно в любой момент, подвернуть ножку, там сесть неудачно на какой-нибудь стул, там просто на эскалаторе подскользнуться. Да, зашлифовано, заполировано, да, с фирмами, может быть, надежнее себя человек чувствует, но ведь в самостоятельном туризме есть и другой риск увидеть то, чего тебе не покажут в супер заорганизованном путешествии. Здесь эффект новизны, он как раз и тянет, и как бы вот являются твоей путеводной какой-то такой задачей. И по факту получается, что не после каждого путешествия все там на технике искорежно приезжают или там со сломанными головами абсолютно нормально все это происходит. И как ты тщательно подойдешь к своему маршруту, к себе, к технике, и не страшнее, чем взять и приехать нормально, в хорошем расположении духа. Ну вот, Андрей, тогда самое яркое впечатление из недавних. Расскажите, что вот такое, чтобы могло зажечь людей, самих поехать куда-то? Ну вот, Киргизия. Недалеко, но есть другое отношение сейчас к ней. Другое отношение к тем людям, которые там живут, к рельефу, к местности, к какой-то душевности вот этого региона. Но я Киргизию почему взял? Степные участки, они со своим колоритом. Здесь горные массивы, горные части, которые позволяют по ним проехать. Ну то есть это не из Сыкуля, а именно где-то в этом... Туда выше можно, и Сыкуль тоже, с каким-то колоритом, с космическими какими-то красками вот этих высокогорных озер, рек. И тем колоритом, ну не до конца, может быть, не назвать его можно этнографическим, но с общением с людьми очень интересно. Ну не знаю, это просто моя родина, я была в Киргизии не один раз, после того, как мы оттуда уехали, они не очень хорошо относятся к русскому. Ну ведь когда живешь, когда ты с ними там каждый день, может быть, общаешься, зарабатываешь деньги, есть территории, которые приходится с ними делить, а мы здесь гости. И в общем-то ты выбираешь то, где можно позитивную какую-то энергию на себя кочануть. Андрей, ну и самый последний вопрос, который я бы хотела задать. Путешествовать самостоятельно, это дешевле, чем пользоваться услугами турфирмы? Или дороже? Бывает дороже. Всякие варианты бывают. Бывает техника ломается, бывает и ты каким-то образом хочешь забраться туда, где еще Макар Телят не пас. И по факту получается, то же самое наш север, до него доберись ты еще. Ну, как бы на самом деле, какие варианты передвижения? Ты или вертолетом, или на технике, или на вездеходах едешь. Здесь, в общем-то, есть определенная необходимость потратить какие-то деньги. Но, наверное, оно того сплоит. Спасибо. Спасибо, Андрей Иванов, путешественник и гид был у нас сегодня в гостях с рассказом о самостоятельных туристических походах, ну, путешествиях, турах. Ну что ж, вам самим предстоит решать, все-таки тратить деньги на какие-то путешествия, или, может быть, не стоит, лететь по какому-то организованному туру в сторону Турции, или, может быть, Таиланда. А, может быть, потратить чуть больше, а иногда и чуть меньше, и зато почувствовать самостоятельно. Перейти границу Челябинской области и Казахстана на верблюде. Сейчас у нас настало время передать слово службе информации телеканала ОТВ, а после мы вернемся в эту студию и посмотрим, как изменилась дорожная ситуация в Уральской столице. И узнаем, какую погоду пообещали синоптики на сегодняшний день.